Итак, звук есть, замечательно, поехали. Создадим новую папочку. New Directory. Я ее назову JS29. И она у нас будет называться никак иначе, как regx1. Так, первая часть регулярных поражений. Я позакрываю все лишнее. Все это вы помните, да? Я надеюсь, вы потратите на это время и сделаете. Итак, создадим здесь новый HTML файл. И назовем его index.html. Подойдет? Замечательно. Здесь мы будем писать все. Не заборачиваться здесь не придется, в принципе, вообще. Здесь мы сделаем просто скрипт. И будем ознакомиться с методами для работы с регулярными выражениями. Итак, самый простой вариант того, как можно работать с регулярным выражением, это проверить, соответствует ли текст этому регулярному выражению. То есть, содержит ли он его. Например, у меня есть какая-то let s равняется abcdef. Очень простая строчка. И у меня есть регулярка. Она у меня будет такая. У меня будет здесь. Ну, CD просто. Просто CD. Простейшая регулярка. Теперь давайте, соответственно, поиграемся с регуляркой. Я говорю alert. Не alert. Давайте console.log. Console.log. И выведем следующее. rexp.test. И туда передаю нашу строку s. Теперь, а я не открыл в браузере. Открываем в браузере. Смотрим в консоль. Нас интересует сейчас консоль. Знаете, я неправильно сделал. Видим true. Оно соответствует. Сейчас объясню почему. Но я знаете, что хочу сделать? Я хочу сказать, что это javascript файл. Назвать его dx1. Example1. А вот этот файлик. Я его сделаю. Remove. Get remove. Delete. Правильно. Что мы здесь видим? Что у нас вернулось true. Хотя вы видите соответствие между вот этим и вот этим. Это же не одно и то же. Правда? На самом деле тест делает следующее. Есть ли в этой строке часть, которая соответствует регулярному выражению. Поэтому, если вам нужна полная проверка, я рекомендую в начало добавить начало строки, а в конец, конец строки. Вот теперь проверка не пройдет. Я нажму правую кнопку и запущу ее сразу здесь. Я просто подумал, что нам удобнее будет смотреть в одну IDE, чем постоянно переключаться в консоль браузера. Так как мы все равно сейчас не будем работать со HTML элементами. Понятно, да? Но зато, если я здесь применю регулярку вот такую, то есть слэш В в любом количестве, что у меня должно вернуться? True, конечно. Тут понятно? А без плюсика она одна буква? Да, одна буква. Но у нас в строках не из одной буквы. А рекс, это у нас просто переменная? Да. Ну, я просто ее так назвал. Тест это метод регулярный. Да. Это первый метод, который у нас есть. Я, соответственно, это все оберну сейчас в функцию. Я буду сохранять в виде функции. Function. Test. To. RegExp. Назову ее. То есть тестировать на соответствие регулярному выражению. Поехали дальше. Ну, я буду следующую функцию. Я назову ее search. Search. RegExp. То есть поиск соответствия регулярному выражению. Как это делается? Тоже мы сделаем какую-то переменную. Я ее тоже назову regExp. Мне просто нравится. От regExp. Аббревиатура. И мы будем искать, например, все последовательности, состоящие только из цифр. То есть, например, у нас будет такая. Слэш B граница слова. Давайте не граница, а слово. Давайте так. Ну, давайте так, да. Давайте слэш D в любом количестве. Вот такая просто последовательность. Так как квантификатор жадный, особенность жадных, они пытаются захватить максимум, что могут. Понятно? Почему они называются жадными? Так. И давайте сделаем строку. STR. В которой будет несколько чисел. У нас здесь будет слово. Слово. 55. Что-то еще. Что-то еще. 88, например. Что-то еще. 6. Что-то еще. 8. Ну, какая-то последовательность. Еще цифра. Вот такая вот строчка. Какие у нас есть здесь цифры? 55. 88, 6 и так далее. Теперь давайте выполним поиск. Я здесь делаю console.log. STR.search и ищу я rex. А, ну да, вызвать функцию кто будет. 19. Что это означает? Что первое совпадение на позиции 19. Так. То есть как индексов, только с регулярным выражением. А если я здесь передам, допустим, 20. Что тогда? Ну, ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Я забыл какие-то там параметры. А, там только регулярно. Все. Больше он ничего не умеет. Он ищет первое вхождение и все. Вот такой вот момент. Но это неинтересно находить только первое. Давайте попытаемся найти все совпадения. В этом случае мы делаем немножко по-другому. Я за основу беру те же данные. Вы не против? И я делаю следующее. Rexp exec. И туда передаю вот этот стф. Причем я буду делать так. Ну, давайте я сначала сделаю это в консоль. В консоль лог. И посмотрим, что же нам вернулось в итоге. Даже я все время про это забываю. Думаю, что-то не то. Как видим, нам вернулось первое совпадение. Его индекс. И где оно его искало. Так. Видим массива. В виде объекта на самом деле. В виде объекта. Такого вот хитрого. Что-то среднее между массивом и объектом. То есть, если я выведу вот здесь нулевое. Выведется 55. Но если я поставлю точку и выведу индекс. Выведется 19. Понятно? То есть, мы можем узнать где. Вы меня спросите. И где же здесь то, что я обещал. А я вам отвечу. Что при каждом следующем вызове. А, простите, надо не передавать больше строков. Нет. Забыл. Забыл, честно говоря. Там какой-то подвод. Я просто здесь сделал следующее. Regexp. Regexp. Exeg. Его нужно как-то зацикливать. Вот то, что я хотел. Но я почему-то когда вызвал, оно мне вернуло два раза одно и то же. Но давайте попробуем в цикле непосредственно. Мы сделаем вот так вот. While. Какой-то x равняется. Естественно, x надо объявить заранее. Какой-то x равняется вот этому всему. И это все не должно быть равно чему? Правильно. То есть нам вернется null, если ничего не нашлось. И здесь я буду делать console.log и выводить этот x. Какая прелесть. Что-то я забыл. А, надо добавить флаг G. Простите. Вот этот вот момент. Для применения глобального поиска, то есть найти все результаты, нужно добавить еще флаг G. Забыл за него. Просто забыл. Думаю, что же она не работает так, как я хочу. Теперь работает. Что интересно, что на эту функцию флаг G не поможет, так сказать. То есть если я вот здесь вот сделаю флаг даже G. То есть глобальный поиск и запущу. Но я все равно будет только один результат. Понятно? Этот ищет первое совпадение. Ему флаг даже не имеет смысла прописывать. Но. Метод ex. Он более, скажем так, гибкий. При каждом следующем вызове, в случае наличия флага G, он будет искать следующее совпадение. Да. Да. Это надо записывать. Это нужно понять. Суть понятная здесь того, что произошло. Вы говорите, я работаю, надо указывать класс RG. То есть не тогда используется класс RG. Нет, я говорил, используется класс RG. Я не сказала, что его надо указывать. Просто регулярные выражения являются экземплярами класса RG. То есть я могу вот так написать. Ну, если брать первый метод, то он не получает много. В смысле? Где я указывал? Смотрите, я просто могу написать по-другому. Я просто могу вместо вот этого написать new RG. regExp и туда передать, что строка у меня слэш D плюс поиска, а флаги мне нужно использовать флаг G. И результат будет тот же самый. Понятно? Ой, слэш D. Надо одинарные кавычки. Нет, здесь не тот подвод. Здесь два слэша придется писать. Да. Здесь вот такой вот подвох, что здесь придется писать по два слэша в таком синтаксисе. А почему оно что-то не воробно будет? Нет, не можно пользоваться. Если вам регулярка приходит в виде строки по какой-то причине, либо вы ее динамически формироваете. Это тоже может быть. Тогда уместно вот это. Просто дело в том, что сам слэш, вот этот обратный в строке имеет свой смысл. Правильно? Он что-то экранирует. И поэтому, чтобы слэш был слэшем, его нужно заэкранировать заэкранировать. Ирония. Просто ирония того, как оно пишется. А так то же самое. То есть, видим, работа не отличается. Теперь интересный момент. Давайте я здесь сделаю следующее. У меня будет слэш D и еще один слэш D. И первую цифру я возьму круглые скобочки. То есть, понятно, у меня одна цифра, а после нее еще сколько угодно цифр. Шестерку уже не найдет, потому что это не две цифры. И пятерку тоже. Понятно? Запустим. В чем подвох? В этом случае, в этом массиве, видите, будет больше элементов. То есть, первое совпадение, это совпадение со всей регуляркой. Так? И второе, это совпадение в этой регулярке, в результате. То есть, в этом 55. Что совпало с первыми круглыми скобками. Я могу еще взять во вторые круглые скобки. Вот это. Для примеров. И тогда у нас уже будет три элемента. Видно? То есть, первая цифра и все остальные. Также и здесь видим первая, все остальные. А это целиком, все регулярно. Тут есть вопросы? Почему эти скобки называют захватывающими теперь? Понятно? Так. Вопросов нету, да? Это хорошо. Да, да, да. Это важный на самом деле момент. Я вам на него буду давать задание. И это используется в некоторых следующих метрах. То есть, это мы нашли все и даже чуть больше, как вы увидите. Дальше. Я сделаю вот такую функцию, которая будет у нас называться replace. То есть, подменить регулярное выражение. Например, смотрите. Возьмем тот же случай. У меня есть строки. У меня есть строки. И есть вот эта же регулярка, в которой я ищу. И я хочу все совпадения в строке с этой регуляркой подменить, допустим, на звездочку. Да? Давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Я сделаю let s2 равняется str.replace подменить, подменить в строке str.replace подменить все совпадения с регуляркой на что? На звездочки. Допустим, на 4 звездочки. Это простой вариант. Давайте запустим. Запустили. Вывели. Запустили и вывели. Как видим, все, что посовпадало с этой регуляркой, у нас заменилось на звездочки. Правда? Ну, это как пример. Но на звездочки это неинтересно. Дело в том, что вот в этом выражении замены, кстати, если не брать флаг G, обратите внимание, если флага нету, будет меняться только первое совпадение. Понятно? Если не учитывать глобальный поиск. Ну, так вот. Возникает вопрос. А если я хочу использовать само выражение в подмене? Например, я просто хочу обернуть... Давайте не так. Я хочу взять между вот этими двумя частями, которые я взял в скобки, поставить минус. Или две звездочки между ними. Для этого я пишу доллар один. Это значит содержимое первых захватывающих скобок. Чёрточка. Доллар два. Содержимое вторых захватывающих скобочек. Теперь видим 5-5, 8-8, 8-754. Это уже интереснее, правда? Ещё могу допустим. Вот так. Тут есть вопросы? Надо учить символы. Да. Надо учить символы. Ну, я имею ввиду все доллар один на автобусы. Доллар один. Первые захватывающие скобки. Не конец, а просто. Первые захватывающие скобки. Вот они. То есть то, что они поймали. Доллар два. Вторые захватывающие скобки. То, что они поймали. В результате первые поймали восьмёрку, вторые поймали 724. Так и получилось. Две звёздочки. Восьмёрка-754. Как мы и написали вот в этом выражении. Очень удобная штука. Есть ли у вас вопросы? Ну, я жду от вас какие-то фидбэк. Так сказать. Вроде или понятно. Так это уже не регулярка. Подождите. Это именно функция replace. Вернее, мет. В его аргументе используются доллар. Понятно? Флаг это G. А это вообще, видимо, стерли place. Здесь второй аргумент. На что заменить. В случае с регулярками, на что заменить, можно содержать вот такие выражения. Доллар один, доллар два и так далее. Понятно? Вот такой вот момент. Теперь смотрите. У вас есть задача. Первая. Это выбрать все ipadres, находящиеся в тексте, в отдельный массив. Напоминаю, как выглядит ipadres. Теперь давайте его проанализируем. От одной до трёх цифр. Точка. От одной до трёх цифр. Точка. От одной до трёх цифр. От одной до трёх цифр. Понятно? То есть достаточно простой паттерн для начала. Который, думаю, вы освоите. Освободatur. Продолжение следует. Продолжение следует...